Космодрома Восточный дали еще полгода. Первый пуск перенесли на апрель 2016. Причина все та же, не успевает выполнить в срок все работы. С ходом строительства сегодня ознакомился Владимир Путин. Президент посетил монтажно-испытательные стартовые комплексы, назвав сооружение грандиозным и призвал не стремиться любой ценой осуществить первый пуск до конца текущего года. Данил Горчаков передает из Амурской области. Сегодня президент России проинспектировал важнейшую космическую стройку страны. Космодром Восточный Владимир Путин посещал в сентябре прошлого года. Тогда строители из-за многочисленных нарушений и проблем существенно выбились из графика. Сейчас отставание удалось сократить с 8 до 4 месяцев. Стартовый стол ракеты-носителя «Союз-2», с которого предполагалось в декабре этого года, запустить на орбиту собранные московскими и самарскими студентами спутники Ломоносов и Аист, уже практически готов. «Союз-2.1А» уже находится в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Восточный». Пока все составные части ракеты-носителя остаются в герметичных контейнерах. Специалисты приступят к монтажу «Союза» только после того, как в этом помещении будет достигнута абсолютная стерильность, как в операционной. Тогда вход посторонним сюда будет совершенно запрещен. Последние несколько месяцев рабочие на Восточном трудятся, что называется, в ударном темпе. На совещании Владимир Путин напомнил участникам о взятых ранее обязательствах совершить первый пуск уже через два месяца. Однако тут же глава государства посоветовал специалистам следить за тем, чтобы спешка не повлияла на качество работы. От Роскосмоса и спецстроя России ждут доклады о причинах задержек и сбоев. Также хотел бы услышать вашу оценку реальных сроков сдачи объекта и проведения первого пуска. Мы с вами знаем, каковы были планы по этому первому пуску. И вновь подчеркну, надо стремиться к соблюдению намеченных планов по вводу космодрома в эксплуатацию. При этом не скатываться, разумеется, ни в Авралы, ни в штурмовщину. Владимир Путин предложил самим специалистам космической отрасли определить реальные сроки первого старта с Восточного. Только скажите мне, когда? Договорились? Есть. Среди апреля сделаем. Ну, это не обязательно. Я сказал, не обязательно. Просто посчитайте и скажите, когда это оптимально будет сделано. Оптимально. Также глава государства призвал сделать выводы из ошибок, допущенных при строительстве первой очереди Восточного. Он раскритиковал спецстрой за слабый контроль за подрядчиками, которые допускали слишком много брака и отступления от проекта. Ведь по данным контролирующих органов, некоторые руководители компании воспринимали огромную стройку как источник личного обогащения. На строительство космодрома выделены значительные бюджетные средства. Всего порядка 188 миллиардов рублей. Их необходимо использовать с максимальной отдачей. К сожалению, есть подозрения на проявление криминальных действий, преступлений. Говорю подозрения, поскольку следствие еще не завершено. Но буду требовать от Следственного комитета, чтобы вся работа по возбужденным уголовным делам была доведена до конца. И эти дела были переданы в суд. В московском СИЗО уже около года остается бывший начальник Дальспидстроя Юрий Хризман. Его подозревают в том, что расходные материалы для строительства Восточного он покупал по завышенной цене у фирм-посредников, подконтрольных друзьям и сыну. Правоохранительные органы расследуют сейчас два десятка подобных уголовных дел о хищениях во время сооружения космодрома в Преамурье. Необходимо тщательно проверять, как расходуется аванс выплатежи. Не допускать задержек с выплатой заработной платы работникам. Мы знаем, есть и такие, к сожалению, явления. А почему это происходит? Не потому, что государство денег не выделяет. Мы все выделяем в нужном объеме и в срок. Происходит это потому, что создана система вот этих подрядных организаций, которые свои дыры в других местах закрывают за счет средств, полученных на работу по космодрому. Это абсолютно недопустимо. Владимир Путин также призвал ускорить работы по строительству рядом с восточным, будущей космической столицей России, города Циолковский. В перспективе он должен вместить не меньше 12 тысяч сотрудников космодрома и членов их семей. Уже в самое ближайшее время рядом с почти готовым стартовым комплексом Союза начнется сооружение инфраструктуры для вывода на орбиту ракеты более тяжелого класса «Ангара». А уже после совещания о состоянии космической отрасли Владимиру Путину доложили о начале еще одной масштабной стройки в Амурской области. В окрестностях города Свободный вбиты первые сваи крупнейшего в стране завода по переработке газа. Сырье на комбинат поступит по трубопроводу «Сила Сибири», который газовики сейчас прокладывают от месторождений на Дальний Восток. Данил Горчаков, Алексей Сахно, 5 канал, Амурская область.